Выборы в Таиланде завершились убедительной победой двух прогрессивных политических партий. Это может положить конец периоду многолетнего контроля со стороны фракций, поддерживаемых военными, который начался с переворота в 2014 году. Результаты также показали, что всё больше жителей страны ставят под сомнение роль монархии, особенно молодёжь. Раньше эта тема считалась табу. Крупнейший победитель партии «Движение вперёд», а также её союзник – партия Феутай. Они уже договорились сформировать коалицию. Впрочем, их победа не обязательно означает, что они могут прийти к власти или что лидер «Движение вперёд» может стать премьер-министром. У военных и их союзников остались варианты, как сохранить власть. «Мы можем увидеть некоторые манипуляции, подрывные действия. В прошлом, помимо военного переворота, мы видели роспуск партии, дисквалификацию политиков. Как вы знаете, лидеру «Движение вперёд» выдвинули обвинение. Он может быть дисквалифицирован». Премьер-министр Таиланда Прают Чаноча впервые пришёл к власти в результате переворота в 2014-м. А три года назад на улицы тайских городов вышли студенты и молодёжь, выступив против власти монархии и военных. Теперь же молодое поколение получило перевесы на политической арене. Партии победителю предстоит добиться, чтобы её лидер стал премьером. Для этого нужно иметь большинство в парламенте. Впрочем, в Сенате пока остаются политики, которых назначили военные после переворота. Традиционно они на стороне генералов. Победители призывают их уважать волю народа. При этом сами военные говорят, что не участвуют в выборах и вмешиваются в гражданскую политику только тогда, когда нужно спасать нацию от хаоса.